Передвигаясь по городу, невольно отмечаешь для себя что-нибудь новенькое. Самые простые вещи. Вот включают очередной светофор, второй, по городу. Вот обломанные деревья, но очевидно были ранены осколками и до сих пор не убранные лежат. Коммунальники не справляются пока с этими задачами. Дома в центре города, без жителей, вот только вверху справа видно, что застеклённая, там кто-то живёт. Это самый центр города Артёма, вниз к жиле вокзалу. Вот здесь тоже не шибко много жилых окон видно. Опять же ветка, которая уже совсем высохла, но ещё не убрана. А вот это уже приближаемся к скверу драм-театра, в котором, кстати, кипит работа. Много народу, плитка, освещение. Это драм-театр на заднем плане купол нашего храма. Кстати, в таком виде будем созерцать драм-театр не так уж и долго. Вот, устанавливают какие-то заграждения, очевидно, натянут баннеры и закроют. Вот, наверное, реставрировать. Пока я снимал, меня попросили суровые ребята удалиться и не снимать. Очевидно, ждали начальство, которое должно было приехать. Ну, и приехал, я его просто не снимал. Ну, это уже с другой стороны сквера. Тут видно, что весь забор, потому что он побитый, посрезали. И будут его запаивать, не монтировать. Это фонтан. Тоже его переделывают. Фонтанчик, который был у нас до этого новомодный, заменят что-то более классическим. Вот, пока я снимал детскую площадку, над головой промчались два вертолета. Не такая уж редкая картина. По нынешним временам для нашего города. Это в том же сквере Драм-театра. Такое себе здание. На рестораны разобраны и прочие кафешки. Кстати, ресторан назывался Ван Гоги в грузинской кухне. Я даже, честно говоря, не знаю, успели его открыть. До войны не успели. Храм. Ну, а на фоне храма полутрансформаторная будку обшивает. Вот с другой стороны устанавливает вот эти конструкции, которые скоро скроют от нас Драм-театр. А вот это уже коллега какой-то хорошей кинокамерой снимает, как устанавливают сцену. Что-то готовится. Сцена на тот момент вот в таком виде была. Ну, это уже переход. И я издалека снимаю дядю Вову. Наш веселый талисман. Человек, который создает настроение. Это здание Гипромеза. Честно говоря, я не помню, как он правильно расшифровывается. Но его стали, как видите, ремонтировать. А он ждал ремонта еще с советских, пресоветских времен. Старое здание еще в 70-е годы построено. С тех пор оно и стояло, можно сказать, облезшее и никакое. Ну, дождалось своей времена участи. На этом все. Короткий ролик сегодня.